О том, как важна профилактика, знают все, однако в обыденной жизни, в силу нехватки времени или нежелания предлагать усилия, мы часто забываем о ее необходимости. А ведь предупредить проще, чем бороться с последствиями. Об этом помнят на Гомельском домостроительном комбинате и регулярно проводят профилактические встречи с коллективом. 2019 год прошел не без происшествий для работников, в том числе и Гомельского ДСК, где трудится 2700 человек. Это одна из крупнейших строительных организаций области. В прошлом году 9 сотрудников предприятия были помещены в утрезвители, 4 пойманы во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 2 были за рулем без прав, 5 работников уволили за прогулы, 3 за пьянство. 2020 год начался также печально, водитель предприятия отравился угарным газом, сыну другого сотрудника петардой разорвала кисть руки. Руководство предприятия с таким многочисленным коллективом пытается минимизировать несчастные и неприятные случаи и делать все возможное, чтобы донести до работников наша жизнь в наших руках. И ее качество зависит от самого человека. Профилактические встречи в нашем коллективе, в коллективе открытого акционерного общества Гомельский домостроительный комбинат проходят регулярно. Но обычно они у нас тематические. Или же с представителями здравоохранения, или с представителями РОВД или МЧС. Сегодня, скажем так, у нас несколько субъектов профилактики. Это целый микс. Будут представители РОВД, МЧС, здравоохранения. Плюс еще будут дополнительные представители администрации советского района. Проводится эта встреча у нас на производстве. Не только в администрации проводятся такие встречи. Поэтому здесь коллектив разношерстный. Это и террорцы, это и рабочие люди, строители. В рамках встречи работники предприятия вместе со спасателями вспомнили, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации, почему опасно курить в помещении, оставлять включенными электроприборы и почему необходимо иметь дома автономный пожарный извещатель. Согласно статистике, более 90% погибших в огне находились в нетрезвом виде и курили в постели. В Гомеле с начала года уже произошло 12 пожаров, на которых 2 человека погибли. Всего этого можно было бы избежать, не относись люди беспечно к своей жизни и жизням окружающих людей. Пообщался с работниками и врач-нарколог. Без нравоучения и скучных лекций он рассказал о пагубном влиянии алкоголя. Проблема не утрачивает своей актуальности. К слову сказать, смертность от внешних причин, обусловленная алкоголем, вышла на первое место. То есть вот вам проблема, которая звучит. Мы утрачиваем часть человеческого общества в причинах, которые в принципе могли бы не быть, могли бы предотвратить. Поэтому в этом ответ на ваш вопрос. Надо предупредить, то есть осуществлять превенцию, профилактику наступления вот этих проблемных вещей. Коллектив к подобной встрече отнесся положительно. Все с интересом слушали специалистов, участвовали в обсуждении и задавали вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok